Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, я сердечно приветствую всех, кто находится с нами на этом торжественном служении. Поистине, еще не 25 декабря, еще не вторник, но мы уже находимся в этой, правда, радости. Мы предвосхищаем эти события, когда мы соберемся вместе для того, чтобы более пристально, более внимательно вчитываясь, вглядываясь и рассуждая в эти дивную историю, которая никогда не потеряет своей важности, своего торжества и своего благословения. Искренне рад быть снова в своей родной церкви, разделять с вами эту радость рождения Господа Иисуса Христа. Да, братья и сестры, я думаю, что немногие, может быть, из нас знают о том, что Рождество Иисуса Христа не праздновали так, как мы празднуем сегодня. Церковь Иисуса Христа Рождество не праздновала первые три века совершенно. И для многих, может быть, это будет удивительным, как же так? Ведь такое событие, и люди должны были нести эту весть, благую весть, проповедовать ее. Но когда мы вчитываемся в историю христианства, мы находим, что Церковь Иисуса Христа не праздновала это Рождество, это событие. Был общий праздник, который назывался Теофания или Богоявление. И вот на этот день, который преподал на 6 января, праздновали и вспоминали крещение Господне, рассуждали о чуде в Кане Галилейском, о воскрешении Лазаря и других событий. Возникает вопрос, причина, по которой не праздновала Церковь этот великий праздник. Причина, братья и сестры, заключалась в том, что Церковь Иисуса Христа была гонима. Гонение, причиной было и того, что Церковь не праздновала этот праздник. Достаточно вспомнить имена таких императоров, как Нерон, как Домициан, как Троян, император Диоклициан, с которым связаны величайшие гонения Церкви на этой земле. История знает всего 9 императоров, которые жестоко гнали Церковь. И люди не могли вот так собираться просто, торжественно, для того, чтобы читать, для того, чтобы возвещать эту благую весть. И возникает вопрос, что же все-таки заставило Церковь и верующих установить этот праздник, провозглашать эту благую весть. Как ни странно, братья и сестры, причина, по которой Церковь начала проповедовать и провозглашать рождение Господа Иисуса Христа, были ереси. Ереси, которые стали проникать в Церковь. Ну, если вы помните, среди множества которых вот этих ересей, которые проникали в Церковь, пытались разрушить основание, истину, это было орианство. Орианство, которое отрицало рождение Иисуса Христа, как Бога, пришедшего во плоти. Они признавали Его всего лишь уникальным и способным человеком, не более того. Поэтому орианство было осуждено на Первом Никейском соборе в 325 году. Уже тогда было осуждено. И выход из этой ситуации, которая сложная ситуация, предложил на то время Папа Римский Юлий I. И он предложил установить праздник Рождества Христова. Но нужно было еще установить и дату, чтобы праздновать этот праздник. И идеальным для этого времени, для этого дня, по его мнению, был праздник так называемого непобедимого солнца, который учредил в Риме в 3 веке император Аврелий. Провозгласил солнца главным покровителем Римской империи, братья и сестры, мы прекрасно понимаем, что это был языческий праздник. Но этот человек предложил заменить этот языческий праздник рождением солнца правды, то есть Господа Иисуса Христа. История говорит, что с 4 века праздник Рождества Христова в Риме, в самом городе, начинает отмечать регулярно. Далее оно распространяется на север Африки. И только в 360 году начинает праздновать там Рождество. В Испании начинает праздновать в 380 году. В Константинополе и Иерусалиме и в других римских империях начинает праздновать. И только в 503.5 году официально император Юстиан издает декрет, который провозглашает праздновать этот праздник по всей Римской империи. С тех пор пришло множество веков, много времени. И благодарение Господу, что сегодня Церковь Иисуса Христа провозглашает эту драгоценную весть всем людям. Тема моей проповеди, сегодня я ее назвал «Для чего Христос пришел в этот мир?» И текст Священного Писания, который я хочу сегодня предложить, очень известный. Евангелие Теана, 3 глава, 16 стих. Золотой стих Библии. Я читаю его на память, мы многие его знают. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогая Церковь, дорогие слушатели, которые находятся в Доме молитвы, те, которые находятся в прямом эфире, знаем ли мы истинные причины, по которой Христос, Сын Божий, оставил славу небес и пришел на эту землю. Если мы сегодня обратимся к людям, которые живут вокруг нас, соседи, сотрудники наши, с тем, которым мы учимся, на улице встретим и зададим вопрос, знаете ли вы, почему Христос пришел на эту землю? Я уверен, что немногие ответят на этот вопрос. Вы знаете, когда я на прошлой неделе возвращался с Казахстана, и в самолете моим спутником рядом находилась женщина, которая тоже летела в Америку, она была казахской национальности, и она летела к своим детям, которые учатся в Бостоне, и у нас было время для того, чтобы беседовать, разговаривать. Я много разговаривал, свидетельствовал ей о Господе. Это была уникальная, очень хорошая возможность. Я тоже ей задал вопрос, знаете ли вы, для чего Христос пришел в этот мир? Она говорит, я не знаю, я никогда не задумывалась. И вы знаете, было время для того, чтобы ответить на этот вопрос. Она сказала, можете ли вы мне сказать, почему Христос пришел на эту землю, почему христиане празднуют этот праздник? Братья и сестры, это очень хороший вопрос. И вы знаете, на этот вопрос дает ответ, знаете кто? Сам Господь Иисус Христос. Сам Христос дает ответ, почему Он пришел на эту землю. В Библии есть очень интересное место, очень прекрасное выражение Господа Иисуса Христа, когда Он Сам говорит, я пришел. И дальше Он называет ту или иную причину своего прихода. Я бы хотел, чтобы мы сегодня очень кратко рассмотрели четыре истины, четыре причины Господа Иисуса Христа и Его приход на эту землю. Он говорил очень много, для чего Он пришел. Братья и сестры, у нас нету просто времени для того, чтобы говорить об этом. Прежде всего, я бы хотел отметить первую причину. Я ее назвал так, исполнить волю Отца Своего Небесного. Первая причина, по которой Христос пришел на эту землю, это исполнить волю Отца Небесного. Если бы мы хотели обрисовать в общих чертах цель прихода Иисуса Христа, то мы должны были, так сказать, этими словами, исполнить волю Божию. Хотя для многих людей она ни о чем не говорит, братья и сестры. Для многих людей в целом она ни о чем не говорит, братья и сестры. Но именно этот ответ в данном случае, он говорит о том, что составляет как бы всю смысл, всю цель, вся причина, всякое назначение, почему Господу нужно было на этой быть земле. Мы очень часто встречаем тексты Писания, где Иисус Христос подчеркивает, что Он пришел исполнить волю Отца Небесного. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Помните, это беседа с учениками. Ученики приносят Ему пищу, а Он остался там для того, чтобы свидетельствовать этой женщине у колодца. И Христос говорит, «Пища Моя есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Он называет это пищей творить волю Отца Небесного. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. Иисус говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Послание евреям, 10 глава, 5 и 7 стих. Давайте посмотрим, «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовил Мне». И 7 стих. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою Божию». Мне так кажется, автор этого послания, апостол Павел, знаете, как бы видя, вот туда проникая, в то, что сокрыто от нас людей, вот в тот разговор, в ту беседу, которая была между Отцом и Сыном. И Он как бы слышит эту беседу, и когда Сын говорит Отцу, «Мое желание, моя цель, прихода на эту землю, то, что Я оставляю славу, поклонение небожителей, исполнить Твою волю, Отче». Христос явил этому миру Своего Небесного Отца, братья и сестры. Когда мы присматриваемся к жизни Иисуса Христа, мы видим, что Он являл не только Свою любовь, Он являл любовь Своего Небесного Отца. Он говорил Своим ученикам, видящий меня, видел что? Видел и Отца. И то, что я делаю, это дела моего Отца, я исполняю волю Его. Это Отец хочет, чтобы я исцелял. Это Отец хочет, чтобы я примерял людей. Это Отец хочет, чтобы я привел овец к доброму пастырю, к моему Отцу Небесному. Братья и сестры, Христос был на земле тем, кем был Его Отец на небесах. И люди, помните, задавали вопрос, покажи нам Отца довольна, потому что вот эта завеса непроделимая где-то существовала. И Он так просто говорит, сколько я с вами, Филипп, и ты говоришь мне, покажи Отца, видевший меня, видел и Отца. Дорогая церковь, дорогие слушатели, мы бы с вами никогда не знали Небесного Отца. Мы бы никогда с вами не могли обратиться в молитве, Отче наш. Мы бы никогда ни на земле не пережили вот эту любовь, заботу, ежедневную благодать Отца Небесного, если бы Иисус Христос не пришел на эту землю и практически не показал заботу и любовь Небесного Отца. К сожалению, братья и сестры, когда мы говорим о воле Божьей, о воле Отца Небесного, мы часто сводим, знаете, очень немножко так в приземленном виде, ограничиваемся какими-то нашими повседневными заботами, мы же тоже понимаем, что, ну да, как угодно Господу, мы говорим о воле Божьей, как Он хочет. Братья и сестры, и Господь и в этом являет милость и заботу, и отвечает на наши нужды, и отвечает на наши вопросы, но то, что мы говорим сейчас с вами о воле Отца Небесного для Иисуса Христа, тогда, что для Него значит, братья и сестры, не касается наших земных дел. Это касается самого главного, самого центрального истины в Священном Писании. Это воля Божья по устройству всего этого мира, с самого начала ее, братья и сестры, до последнего дня, когда закончится история этой земли. Там присутствует Христос, который являет волю Отца Своего Небесного. Мы говорим о том, что побудило Иисуса сегодня взять тело человека, уподобиться нам, жить среди людей с одной единственной мыслью, как исполнить тот план, то предназначение Отца Небесного для Иисуса Христа и для каждого в отдельности нас с вами. Давайте посмотрим, какие конкретные задачи поставил это всеобъемлющая цель исполнить волю Отца Небесного. Бессловно, мы, думаю, будем едины в этом мнении, братья и сестры, что самое главное, для чего Иисус Христос пришел и воля Отца Небесного была в том, чтобы спасти нас с вами. Я благодарен Господу, благодарен всех, кто сегодня участвовал через пение стихотворения, когда мы были внимательны, пение хора, братья и сестры, мы слышим эту благую весть. Мы процитировали сегодня, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал самое драгоценное, единственное, возлюбленного Сына. Для чего? Чтобы никто не погиб. Чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянии, чтобы мир спасен был через Него. И Иоанн свидетельствует об этом, 3 глава 17 стихе, тоже эту драгоценную истину. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но что? Чтобы мир спасен был через Него. Спасение рода человеческого, братья и сестры, это первое, о чем беспокоило сердце Христа, о чем думал Отец. Это план был Его, братья и сестры, забота о тех погибающих людях, которые наполняли миллиарды, миллиарды людей. Об этом должна сегодня провозглашать и проповедовать церковь, братья и сестры. Я так бы хотел, чтобы в этих праздничных дни мы не утратили эту важную, драгоценную истину за вот этой, знаете, праздничной ситуацией, гостями, обстановкой, подарками, столами и многие другие, братья и сестры, для того, чтобы могли помнить и свое назначение, провозглашать драгоценную весть. Христос пришел спасти этих людей. Вы знаете, в Дрезденской, в Германии, в Дрезденском музее огромной галереи висит картина «Сикстинская Мадонна». Ее написал известный художник Рафаэль, художник Возрождения. Тысячи тысячи людей устремляются туда, чтобы посмотреть на это огромное полотнище. И вы знаете, я слышал свидетельства многих людей, что же привлекает конкретно в этом изображении. Там Мария, по изображению художник держит младенца Иисуса Христа. И вы знаете, многие свидетельствуют о следующем. Больше всего привлекают глаза младенца. Художнику удалось изобразить, особое передать состояние души этого младенца. Братья, сестры, действительно невозможно. Если мы посмотрим, братья, сестры, если мы смотрели репродукцию, это можно увеличить, скажем, на компьютере и внимательно посмотреть на этот взгляд. Это взгляд не младенца, безмятежного, беззаботного, который находится на руках своей матери. Этот взгляд куда-то устремлен вперед. Художник тоже понимал цель и назначение прихода Иисуса Христа. Он как бы видел глаза наполнены этой болью, состраданием. Он видел Голгофу, видел крест, видел этих людей. Это очень важно, братья, сестры, понимать цель Иисуса Христа. Бессловно, мы не знаем, что чувствовал Иисус Христос, будучи младенцем. И когда говорим о Его приходе, мы же понимаем, что это был младенец, который родился на эту землю, как многие из нас. Заботилась мама, заботился отец, он подрастал. Мало что известно о его отроческих годах, но, братья, сестры, нам хорошо известно о том, что когда Христос пришел и вышел на служение, он стал об этом ясно провозглашать. Он хорошо знал, что его ждет впереди. Евангелист Матфей, 18 глава, 11 стихе, передает слова Иисуса Христа, «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Давайте себе представим, братья, сестры, как-то вот состояние Христа. Представить, может быть, себя в какой-то мере на месте Иисуса Христа, когда Он жил, проповедовал, свидетельствовал, с чувством и с пониманием того, что каждый день приближает нас к Кресту Голговскому, приближает нас к тому моменту, когда наше тело будет подвержено страшным страданиям. Христос, как Бог, знал это. Знаете, я читал, что для многих людей, которые ожидают смертную казнь, само состояние приближения, оно приносит невыразимое страдание и боли. Само предчувствие этого и минуты сводило многих с ума, и люди многие не выдерживали. Христос жил на этой земле, братья, сестры, я хочу сказать, что он, более того, он ожидал этого времени. Христос жил на этой земле, он и ожидал этого часа, когда, наконец, наступит момент, и когда он сможет провозгласить на Голговском кресте совершилось. Мы читаем Иоанна, Евангелие передает вот это состояние его души в 12 главе 27 стих. Христос, говоря, приближающийся страдания, говорил так, душа моя теперь возмустилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но, затем он продолжает, но на сей час я и пришел, но на сей час я и пришел, он желал этого момента, смерть Христа должна быть искупительной смертью, братья, сестры, он искупил грех всего мира. Иисус Христос говорил, что Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Знаете, искупление было хорошо знакомо людям того времени. В Римской империи насчитывалось 60 миллионов рабов, которые не принадлежали себе самому, своим семьям, их жизнь не принадлежала им. В любое время этот раб, один из 60 миллионов, мог быть продан, расстаться с семьей, своим прежним хозяином и принадлежать другому человеку, новому хозяину. Все за него решал его новый хозяин. И когда апостолы проповедовали верующим, что они куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия, братья и сестры, хочу сказать, то верующие того времени очень хорошо понимали, о чем идет речь, что они куплены дорогою ценою, они выкуплены от этого мира, они выкуплены от смерти, они выкуплены от греха. мы не принадлежим уже этому миру, мы не принадлежим аду, мы принадлежим нашему Господу. Братья и сестры, когда мы читаем Евангелие, мы видим, как Христос доступно и просто проповедовал о том, как можно приобрести это спасение. Его примеры, Его проповеди были наполнены множеством примеров. Братья и сестры, Он сам совершал это спасение. Часто мы можем встречать, когда Христос провозглашал ныне наступило спасение Дому Сему. Братья и сестры, говоря о спасении, которое Господь совершил для нас, мы прекрасно понимаем, что спасение, оно подобно драгоценному камню, который имеет многие грани. Говоря о спасении, Христос провозглашает и Писание утверждает, что мы не только спасены, мы усыновлены. Мы являемся детьми Божьими. И Писание говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы усыновлены, мы оправданы. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стихе написано, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Это драгоценная истина, пусть она сегодня нас оживотворит, пусть она наполнит благодарностью наше сердце, что мы искуплены, мы усыновлены, мы оправданы нашим Господом. Еще причина, по которой Иисус Христос пришел на эту землю, братья и сестры, Христос пришел, чтобы создать церковь на этой земле. Иисус Христос пришел для того, чтобы избрать невесту для себя, церковь Иисуса Христа и не только избрать, не только спасти, не только усыновить, братья и сестры, но приготовить эту церковь к восхищению, освятить ее, братья и сестры. Освящение – это важная часть жизни верующих людей. И для этого Христос послал Иисуса, Господь послал Иисуса Христа для того, чтобы Он приобрел церковь драгоценную кровью Своею, для того, чтобы церковь могла пройти этот путь земной, для того, чтобы церковь была освящена. Простесы, освящение – это не канонизация в лику святых, причислению к сонму святых. Освящение – это конкретные действия, действия по отделению от греха, от этого мира, от всякого зла. И Священное Писание – это книга, которая рассказывает нам, что есть правда, что есть свет, что есть ложь. Когда мы избираем свет, когда мы избираем истину, когда избираем мы правду, братья и сестры, когда мы повинуемся нашему Господу и подчиняемся Ему, и даем возможность Духу Святому работать в нашей жизни, братья и сестры, мы даем возможность Богу освящать нашу жизнь. Святые люди, которые собранные вместе, составляют Святую Церковь, и Господь хочет приготовить себе особый народ, избранный, который мог бы занимать особое положение вечности. Братья и сестры, еще одна причина, по которой Иисус Христос пришел на эту землю, это Христос пришел принести жизнь. Христос пришел для того, чтобы принести нам жизнь. Мы скажем, мы имеем эту жизнь, мы пользуемся этой жизнью. О какой жизни еще можно говорить? Десятая глава Евангелия Теана, десятый стих, мы читаем слова Иисуса Христа, Он говорит, я пришел для того, что вы имели жизнь. Имели жизнь какую? Имели с избытком. Жизнь, о которой говорит Библия, братья и сестры, включает в себя не только нашу физическую жизнь, и не только вечную жизнь или жизнь с Господом после смерти. Братья и сестры, эта жизнь, о которой Христос сказал, включает в себя очень необыкновенную, потрясающую жизнь, которую Бог передает нам сегодня каждому возрожденному человеку. Братья и сестры, когда мы говорим о жизни с избытком, в многих людей неправильно она преломляется, избыток. Часто люди это сводят к избытку, может быть, окруженным каким-то внешним комфортом. Есть деньги, есть избыток, есть здоровье, есть избыток тоже. Есть какие-то материальные блага, благополучия, тоже это избыток, братья и сестры, но это не так. Библия нам открывает другую часть, сторону жизни с избытком. Слово избыток, это значит обилие, полнота, достаток, то, что можно поделиться, то, что наполняет сверх. Я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели на один очень важный текст Писания, послание к римлянам, 5 глава, 17 стих. Послание к римлянам, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел, смотрите, что здесь говорит. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». На первый взгляд, это очень сложный текст, братья и сестры, о чем Павел хочет передать нам верующим. Он говорит о двух царствах. В этом стихе апостол Павел говорит о двух царствах. Царство смерти, которое пришло через непослушание Адама. Мы прочитали, если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством единого, опять-таки, Адама. И действительно, она царствует сегодня, о смерти, она приходит к людям, она забирает тысячи людей сегодня. Она касается нас, нашей духовной жизни, она претендует на господство в нашей жизни, вот эта греховная жизнь. Братья и сестры, но на этом апостол Павел не останавливается, и он говорит далее, но то тем более, обратите внимание, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Братья и сестры, о чем он говорит здесь апостол Павел? Он говорит о том, что Бог дал что-то особенное тем, которые спасены, тем, которые искуплены, тем, которые оправданы, тем, которые сегодня являются детьми Божьи. Он дал особую жизнь. Эта жизнь заключается в том, что в его праведности, обилие благодати, обратите внимание, он говорит, что дар праведности будут царствовать в жизни благодаря Иисусу Христу приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Интересно, братья и сестры, что же это за царство? В чем оно выражается? Куда поехать? Где-то увидеть? Чем это соприкоснуться? Братья и сестры, речь идет о новой жизни. Жизни святой, жизни непорочной, жизни неоскверненной, жизни без власти, греха. Эта жизнь, ее невозможно где-то позаимствовать, ее невозможно искусственно осознать в каких-то лабораторных условиях. Братья и сестры, заработать каким-то изнуряющим трудом или пойти в монастырь, или получить детообразование. Эту жизнь может получить каждый человек. Через что? Стать Детем Божиим и царствовать, братья и сестры. Вы знаете, я практически соприкоснулся с одним человеком, который сегодня царствует. Вы знаете, в моей поездке у меня было много встреч, много посещений. И последняя моя встреча была посещение двух церквей, и который брат приехал ответственный за эти служения. Говорит, мы поедем с вами, я бы хотел пообщаться с вами, у нас было где-то два часа дороги. И он рассказал о своей жизни, о том, что он не знал Господа. У него несколько судимостей. Последняя судимость была 10 лет за разбой с оружием. Говорит, я был погряз в наркотиках, в грехах всевозможных. Моя жизнь была совершенно, находилась во власти этого греха. Но когда я, находясь в тюрьме, услышал Евангелие, благую весть, о том, что Христос пришел спасти таких, как я. И там, находясь вот в комнате, никто никогда мне не проповедовал, просто читал Евангелие. И я принял Господа. Я не знаю, что со мной произошло, но на следующий день, когда я пришел, я понял, что я свободен. Я свободен от наркотиков, я свободен от греха всякого, я свободен от чувства вины. И еще, находясь пять лет в тюрьме, я был самым счастливым человеком. Братья и сестры, не так часто сегодня встретишь человека, который царствует сегодня на этой земле и имеет жизнь с избытком. Он не имеет больших возможностей, живут скромно, но, братья и сестры, я видел его в глазах, вот эту благодать, вот эту благодарность Господу. Братья и сестры, обратите внимание, настолько прекрасные слова мы с вами прочитали, приемлющие, обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Возникает вопрос, в какой жизни? В будущей, когда придем в вечность, в тысячелетнем царстве, да, это будет, братья и сестры, это станет благословением, но Христос пришел на эту землю для того, чтобы мы с вами, братья и сестры, могли царствовать здесь, на этой земле, благодаря чему? Праведности, которую он дал. По-настоящему, братья и сестры, к сожалению, мы не пользуемся этой даром. Как жалко порой смотреть на людей, верующих, которые живут, посещают, вроде бы, церковь, но нету радости, нету того состояния царствования. Братья и сестры, возникает вопрос, с чего же начать, может быть? Где-то мы, может быть, утратили, где-то, может, покрылась пылью наша жизнь, может, покрылась пылью та цель, для чего Иисус Христос пришел, с чего же начать эту новую жизнь, жизнь с избытком, который будет переливаться, братья и сестры, находясь с этим братом, я как-то, знаете, внутренне благодарил Господа, я видел его отношения с этой маленькой церковью, как он заботился, я, говорит, женился, уже мне было почти 40 лет, Господь подарил мне жену, которая согласилась оставить комфорт в Германии, благополучие, приехать сюда и жить, посвятить всю мою жизнь, жить в маленькой деревне в Казахстане, для чего? Для того, чтобы царствовать, посредством чего? Посредством того, что мы прочитали, братья и сестры, обилие праведности, братья и сестры, дорогая церковь, знаем ли мы, что Господь пришел на эту землю для очень важной цели жизнь дать? Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком, не избыток материальный, братья и сестры, я не видел в доме его избытка материального, я не видел его машину, чтобы она была, избыток был. Когда мы остались, знаете, из церкви, это была группа маленьких людей, это сестры, сестры, они затопили, вы знаете, эту печь, это так просто было, я говорю, а вам здесь как-то, как вы справляетесь? Ну, не скучно, а брат так посмотрел, говорит, брат, как может скучно, Господь с нами, мы же молимся, мы же Господа славе, Он же среди нас. Дорогая церковь, братья и сестры, истинная жизнь с избытком начинается тогда, когда мы выходим на свет, позвольте сегодня сказать, что тогда, когда мы выходим на свет, когда мы открываем свое сердце Господу, когда мы отдаем свою жизнь Ему, когда мы выходим на свет. Обратите внимание на один очень важный текст Писания, это слова Господа Иисуса Христа, Евангелия Теана, 12 глава, 46 стих, 46 стих, Христос говорит, «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался где? Во тьме». Ни атеист, ни безбожник, чтобы верующий в Меня, он не оставался во тьме. Как печально, братья и сестры, видеть людей, которые сегодня, может быть, по-прежнему остаются во тьме. Да, можно иметь избыток чем-то временным, материальным, может быть, придет время, будет избыток болезней, избыток проблем, но я думаю, братья и сестры, что придет время, когда-то в нашей жизни наступит этот момент, когда церковь Господа будет восхищена на облаке, когда церковь встретится с тем, который когда-то оставил славу, небо пришел на эту землю. Мы увидим Господа, и мы увидим свою жизнь во свете вечности, во свете того, что Господь приготовил. Какова она будет, братья и сестры, под этим пристальным взглядом Его очей, как пламень огненный Его очи. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме, братья и сестры, жизнь с избытком – это жизнь без компромиссов, с лукавым веком. Этот лукавый век, братья и сестры, очень крепко держит многих людей. Он пытается связать их многими веревками, опутывает людей. Иногда людям кажется, что они свободны, но это не так. Слова Христа к уверовавшим в Него иудеям – это очень важный текст тоже, Иоанна 8, 36. Люди уверовали, а Иисус Христос говорит к этим верующим людям. «Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Если Сын освободит, то истинно свободны будете». Знаете, я как-то спросил этого брата, скажи, дорогой брат, вот тот опыт, который у тебя был в греховной жизни более 30 лет. Возвращался ли он к тебе? Он говорит, никогда. Никогда. Когда я встал с колен, когда я принял Господа в свое сердце, исповедал Его, никогда этот опыт старой жизни не пришел в мою жизнь. Я еще находился пять лет в тюрьме, но Бог являл особую милость. Все, чем Он занимался, Он освящал мой разум, мой характер, Он готовил меня уже к служении. Дорогая церковь, дорогая, мы будем 31 числа, когда мы соберемся сюда, мы будем говорить об очень-очень важной теме. Тема нашего служения будет «Дорожите временем». Мы будем говорить о драгоценности времени, которую Господь дает нам на этой земле. Пусть сегодняшнее служение заставит нас задуматься, братья и сестры, жизнь, которую Господь дал нам, время, которое дает нам, братья и сестры, чем оно наполнено? Находится ли там это господство Божьей благодати, которое нам готово сегодня выйти навстречу, помочь в наших трудностях, борьбы с грехом, борьбы и искушениях? Да поможем в этом Господь. Вы знаете, мне вспоминается один очень рассказ, который произошел много-много лет тому назад, как один бедный ирландец по имени Коннор О'Рейли, который жил в 19 веке, как и многие из нас когда-то, он принял решение переехать, перебраться в Соединенные Штаты, и он мечтал для того, чтобы оказаться на этой земле. У него не было денег, не было возможностей, это была мечта всей его жизни, и наконец-то он достиг этой цели, кто-то из богатых родственников приобрел ему билет, он оформил все документы связанные, миграционные, и стал на этот корабль, который должен был через несколько, может быть, недели-две переправить его на эту сторону. Настолько он был бедный, знаете, что он переживал, как же он будет питаться, у него был билет, но каким образом он будет питаться все эти две недели, и он заготовил для себя целый мешок сухарей, и находясь там в своей каюте, где у него был, соответственно, билет у него был, и он питался этими сухарями, и он экономил их, и он смотрел, чтобы люди, может быть, кто-то не попросил у него, и таким образом он решил дотянуть, и когда подошло к концу его путешествия, он, находясь на палубе, вдыхая воздух, как-то так с тоской смотрел в иллюминатор, он видел в ресторан, видел людей, которые питались, они ужинали там, и он думал, скорее бы закончится мое путешествие. Кто-то подошел к нему, обнял его за плечи, говорит, друг, давай вместе, может быть, несколько дней остался последний день, и завтра мы увидим цель нашей, куда мы стремимся, Америку, давай вместе и отведаем ресторан, поужинаем вместе, говорит, спасибо большое, я не имею такой возможности, у меня нету средств, и мой билет не позволяет. Этот человек говорит, а можно посмотреть на ваш билет? Он дал ему билет, он посмотрел, говорит, друг, ваш билет, который был оплачен, включал в себе трехразовое питание в лучшем ресторане этого корабля. Вы могли каждый день питаться в этом ресторане лучшей пищей. И он стоял на палубе, он просто плакал. Дорогие братья и сестры, знаем ли мы цену билета, которая оплачена драгоценной кровью Христа? Знаем ли мы, что сюда включено? Знаем ли мы, что Христос пришел для того, чтобы спасти нас, чтобы осветить, приготовить народ особый приготовленный, усыновить, чтобы записать наше имя в книгу жизни и время, которое он дал нам, братья и сестры, чтобы это была не просто жизнь, существование, жалкое существование от воскресения до воскресения, братья и сестры, а чтобы это была жизнь, заполненная ежедневно Божьей благодатью, Божьей прославлением, Божьей благодарностью, братья и сестры, свидетельством окружающим людям. Почему? Потому что он надел нас в одежды праведности, братья и сестры. Праведность – это что-то особенное. Она позволяет нам жить свято сегодня. Она позволяет сегодня нам дерзновенно проходить по этой жизни, отвергать нечестие, пороки, грех, искушение, побеждать, наступать на всякую вражью силу. Братья и сестры, это и есть жизнь с избытком. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы пройдя этот земной путь, кто-то нам не положил на плечи руку и сказал, давай посмотрим в твой билет жизни. А там все оплачено, там все покрыто. И что, придя в вечность, мы не оказались в числе тех людей, которые будут спасенные, как головня из огня. Итак, очень коротко, для чего Христос пришел на эту землю? Исполнить волю Отца, совершить спасение, избрать церковь и освятить эту церковь. И Христос пришел принести жизнь и жизнь с избытком. Давайте мы склонимся сейчас и поблагодарим нашего Господа за это великое дело и за эту жизнь, которую мы имеем в себе, Его жизнь. Аминь. Помолимся.